Некоторые болезни, парша, гниль, листовые пятнистости и другие, уничтожают листву и лишают нас урожая. А вот раковые болезни могут очень быстро лишить нас главного, самих деревьев. В этом видео я расскажу вам, как вовремя распознать рак и как его вылечить. А если вы досмотрите это видео до конца, то узнаете, какие сорта яблонь меньше болеют раком. Сегодня я на Куйбышево 69. Здесь открылся новый магазин «Про цветок», и я как раз в том месте, где то, что нужно нам для профилактики и защиты наших растений от раковых болезней. Но начнем мы, собственно, с определения, что такое раковые болезни наших плодовых деревьев. Во-первых, это грибковые болезни. И самое распространенное, самое вредоносное – это обыкновенный рак, он же европейский, ступенчатый, язвенный, у него множество названий. И черный рак или антонов огонь. Это наиболее распространенные раковые болезни наших плодовых деревьев в нашем влажном, умеренном климате. И у них есть очень много общего. Во-первых, и обыкновенный рак, и черный рак – это болезни раневые. Для их проникновения в дерево необходима ранка. И по моему опыту за многие годы работы именно с раковыми болезнями я заметила следующее. В подавляющем большинстве случаев рак возникал там, где был незамазанный срез, сломанный сучок, и иногда сломанная буквально малюхонькая веточка, плодушечка, листовой след. Или травма зайцы, мыши, коса, триммер, любая рана коры, и там может возникнуть язва, рана. И вторая причина, о которой мало кто догадывается – это солнечные ожоги и морозобоины. Кстати, многие из наших любителей путают трещины ростовые – морозобоины и солнечные ожоги с раком. Многие из них потом перерождаются, но бить тревогу, увидев длинную трещину, не стоит. Первый признак рака – это разрастание. Один момент, сейчас я вам это покажу. Кто-то коллекционирует марки, открытки, машинки, украшения, я коллекционирую болячки. Слава богу, не свои, древесные, у меня их целая коллекция. Для того, чтобы можно было показать садоводам-любителям, как выглядят болезни на самом деле. Итак, обычная трещина на дереве ростовая или морозобоина – это всегда ровные края, светлая, видна беленькая, живая древесина. Если вы в этот момент обработаете свою рану, трещину любым фунгицидом и замажете садовым варом или… Вот очень хорошее средство – Aronet. Пользовалась, рекомендую. Или с живицей тоже очень хорошо помогает деревьям зарубцовывать. Или садовым варом, или даже просто садовой краской ничего страшного не произойдет. Вы закрыли ворота для инфекции. Но если вы заметили это поздно, если есть какие-то ранки, и туда попала спора грибка, то мы имеем следующую картину. При обыкновенном раке сначала появляется вдавленное темное пятно. Оно ограничено по краям трещинками, и кора на этом пятне отмирает. Если поддеть ее ножом, вы увидите черную или темно-коричневую, темно-бурую кору и потемневшую древесину. В дальнейшем эта кора выкрашивается, а по краям начинаются разрастания. И образуются вот такие некрасивые опухоли, желваки. Это обыкновенный или европейский рак. Язвенный. Видите, язва разрослась. Дерево пытается залечить эту язву, но грибок тоже коварный. Он все время наращивает свои усилия, и в результате получаются вот такие некрасивые разрастания. Вот, смотрите. Это закрытая форма. Была поражена маленькая веточка. Вот здесь он проник через маленькую сломанную веточку. Разросся, и дерево, пытаясь вылечиться, образовало опухоль, настоящую опухоль. Это обыкновенный рак для его характерной образования разрастаний. Черный рак гораздо коварнее. Он проявляется как вдавленное темное пятно, иногда даже с фиолетовым оттенком. Никаких разрастаний не образуется, а само пятно начинает очень быстро буквально растекаться по ветвям, по стволу. И кора отстает полосками. Развивается очень быстро. Почему еще черный рак называют антоновым огнем? Как пожар. Быстренько поднялся под ветки, кора осыпалась и обнажилась черная древесина. Вот характерный признак черного рака. Черный рак крайне тяжело лечиться. Его очень сложно остановить, если он появился. И лечение практически всех болезней, коры древесины, всех раковых болезней, исключительно хирургическое. У-да-лять. Либо ветку, если это можно, ее кусок, либо удалять, если это ствол или скелетная ветвь, удалять отмерзшие ткани до здоровой древесины, дезинфицировать и обязательно замазывать. Итак, если вы заметили на своих деревьях вот такие вот раны, вдавленные, с разрастаниями, с омертвением коры, немедленно, независимо от времени года, берем секатор, берем пилочку, садовый ножик и отправляемся лечить. Лечение хирургическое. Там, где можно удалить ветки, мы их удаляем с переводом на боковую ветку, либо на кольцо. Но что делать, если поражены скелетные ветви, которые удалить никак нельзя, или ствол? В таком случае вам на помощь придут операции. Обязательно зачищаем рану от отмерзшей коры, обязательно дезинфицируем. И вот здесь нам поможет вот этот арсенал для борьбы с раком, для лечения ран. Во-первых, для дезинфекции я всегда использую либо медный купорос, либо бордосскую смесь. Чаще всего сейчас использую уже готовую бордосскую смесь. Если вы используете готовую, 5% раствор – это 50 грамм на литр воды. Если же вы берете медный купорос в виде порошка, то берите, пожалуйста, столовую ложку на стакан горячей воды. Так медный купорос растворится очень хорошо. И как только остынет, промакиваем. Можно из пульверизатора, можно при помощи кисти. Промазываем раковую рану. Как только она подсохнет, наступает собственное лечение. Если она небольшая, вы можете ее легко замазать садовыми бальзамами. Прекрасный есть садовый защитный вар. Сейчас здесь очень хороший ассортимент даже над натуральным пчелином воске. Хочу обратить внимание наших садоводов. Я, как человек, работающий с болезнями коры и древесины, хочу отметить именно препараты на натуральной основе. Натуральный пчелиный воск, пихтовый бальзам, которые сами по себе очень мощные антисептики. Мы замазываем небольшие раны. Но что делать, если рана большая, и туда может уйти огромное количество вполне себе дорогого садового вара. Здесь на помощь вам придет классическая глиняная замазка. Можно использовать чистую глину. Можно использовать глину с добавлением, опять же, медного купороса. Либо классический вариант глина плюс коровяк, свежий коровий навоз. В соотношении один к одному. Либо одна часть коровяка, две-три части глины. Замазываем, буквально запломбировываем эти язвы и обвязываем бинтом. Дело в том, что глина очень хорошо вымывается дождями. И без защиты бинтом, либо тканью, лечение будет недостаточно эффективным. Закрываем. Это позволит сохранить лечебную замазку на целый сезон. Также можно использовать и краску для лечения ран. Но главное условие, повторюсь, перед тем, как приступать к лечению раны, обязательно вырежьте все омертвевшее до живой древесины и продезинфицируйте. Тогда эффект от залечивания будет максимальный. В свое время я проводила лечение большого количества деревьев. Были ошибки. Когда я действовала по советам, так сказать, старых книг, где говорили, вырезайте с захватом живой коры, живой древесины. Что могу сказать? В таком случае у меня эти деревья, где я лечила с захватом здоровой древесины, с хорошим таким захватом, они погибали буквально в течение двух-трех недель. Нельзя лишать дерева проводящих тканей, ему и так плохо. А вот когда я начала вырезать только больное, только омертвевшее, дезинфицировать и замазывать, деревья пошли на поправку. И этот сад прожил еще много лет. Но бывают ситуации, когда лечение, к сожалению, бессмысленно. Это в том случае, если раковых ран много, если они перешли на развилки, особенно скелетные, и они охватывают более трех четвертей окружности ствола. В таком случае проще от такого дерева избавиться, выкорчевать его и посадить потом на его месте другое растение. Дело в том, что при сильном поражении раком деревья могут погибнуть очень и очень быстро. Глядя на эту ситуацию, можно сказать, что рак все-таки лучше предупредить, не допустить, чем потом лечить и мучиться, вырезая ту одну, ту другую ветку. Как можно это сделать? Во-первых, это замазка. Это краска садовая. Обязательно крастье свои деревья, независимо от возраста. Будь это посажено в этом году растение, либо старое яблоня. Повторюсь, раковые болезни – это раневые паразиты, и для них солнечные ожоги. Морозобойны – это самые любимые ворота. Покрашенные деревья, даже покрашенные в прошлом, позапрошлом году, сохраняют светлый оттенок коры и меньше подгорают. Особенно опасны солнечные ожоги для молодых деревьев, у которых еще нет пробки. Поэтому покраска обязательно. Второе. Закрашивайте, пожалуйста, крупные срезы. Особенно если у вас плохая фитосанитарная ситуация, то есть есть старые больные деревья у вас, у ваших соседей, которые подсевают, подсевают и подсевают инфекцию. Третий момент – это профилактические обработки. Дело в том, что эти паразиты и черный рак, и обыкновенный рак рассеивают свои споры тогда, когда самое большое количество открытых ворот. Это ранняя весна, когда опадают почечные чешуйки. И это поздняя осень, когда идет листопад, когда идет сбор урожая, и мы травмируем деревья. Именно в это время обработайте свои деревья бордовской смесью, жидкостью или просто медным купоросом. Они образуют плотную пленку защитную на поверхности самых маленьких ран, которые вы можете даже не заметить. И защитят ваши деревья от обыкновенного черного рака и многих других болезней коры и древесины. Ну и, наконец, питание. Давно замечено, что жирующие растения, жирующие деревья сильнее всего болеют, а также те растения, которые испытывают дефицит воды. Обязательно осенний влагозарядковый полив. Так они будут иметь все больше сил для сопротивления. Еще один момент, на который я очень хочу обратить внимание садоводов. Подвой. Отмечено, что сильнее всего болеют раком и быстрее погибают растения на карликовых и суперкарликовых подвоях. Поэтому самые устойчивые к раковым болезням это деревья на семенном подвое или полукарликовом зимостойком, например, 54-118. У растений больше сил, чтобы нарастить новую кору и справиться с болезнью. А если вы ему еще поможете, то исход лечения будет благоприятный. И, наконец, питание. Когда растение получает сбалансированное питание без избытка азота, с преобладанием во второй половине лета калия, фосфора, микроэлементов, таких как марганет, цинк, бор, оно будет намного более устойчивым, намного легче перенесет самые неблагоприятные условия и будет сопротивляться не только болезням коры древесины, но и другим болезням, в том числе листовым пятнистостям и так далее. А для того, чтобы растение хорошо усваивало питание, обязательно поливайте их растим плоды. Здесь содержится специально подобранный комплекс корнеобитающих грибков и бактерий, гуминовых, фульвовых кислот, а также макро- и микроэлементов, что в целом помогает растению более эффективно питаться и поддерживать свой иммунитет, свою устойчивость. Поэтому поддерживайте свои растения, и они смогут сопротивляться болезням еще лучше. И, наконец, очень важный момент, который многие упускают. Чтобы в вашем саду было как можно меньше болезней коры древесины, обязательно выбирайте для деревьев правильное место и выбирайте правильные сорта. Самое лучшее место для выращивания плодовых деревьев – это пологие склоны. Но ни в коем случае ни низины, ни котловины, где застаивается холодный воздух и вода, именно там деревья чаще всего получают подмерзание, морозобоины и, к сожалению, заболевают раком в течение нескольких лет, несмотря на всю систему защиты. И, наконец, это сорт. У каждого сорта свой уровень устойчивости. И те сорта, которые созданы в наших условиях, более приспособлены к ним, чем те сорта, которые созданы в условиях Испании, Италии, где климат намного мягче. Они не так хорошо переносят наши перепады температуры, наши заморозки весенние или зимние морозы в минус 30. За много лет работы я испытала огромное количество сортов на устойчивость именно к болезням коры древесины. И могу сказать следующее. Есть сорта, которые, несмотря на уход, могут заболеть раком, и болезнь будет развиваться очень агрессивно. Это из старых сортов спартан. Это шампион, к сожалению. Это наш белорусский сорт вербный, у которого есть генетическая предрасположенность к раку. Но есть и сорта, которые умудряются даже при искусственном заражении сопротивляться и выздоравливать. Это белорусский сорт веселина. Это Олеся. Это белорусский сенап. Антоновка на сильнорослом подвое прекрасно справляется с раком. Это практически все наши новые сорта белорусской селекции. Почему? Потому что все они проходят очень жесткий отбор на устойчивость к раку. Кстати, мой любимый Хани Крисп тоже слабо поражается раком. Непоражаемых, абсолютно устойчивых, иммунных к раку сортов нет. Болеют все. Но болеют по-разному. Один после заражения справится, вылечится, выздоровеет и будет расти еще долгие годы. Другой, такой как спартан, уйдет очень быстро и безвозвратно. Поэтому выбирайте проверенные сорта, районированные именно для вашего региона. И тогда с раком в саду у вас проблем не будет. Ну а я хочу пожелать и вам, и вашим деревьям здоровья и процветания. Ну и конечно, заходите в наши магазины, заходите на наш сайт, смотрите наши ролики, задавайте вопросы, ставьте лайки. И до новых встреч. Процветания всем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok